Доброго вечера, мы из Украины! Я приветствую вас на моем YouTube-канале в программе Дороговка с Контратака. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и, главное, оставляйте ваши комментарии, потому что именно они становятся частью моих будущих программ. Что ж, хлопки в Крыму переходят в аплодисменты. И аплодисменты сегодня прозвучали в двух местах. А именно, в Джанкое на складе сдетонировали боеприпасы. По предварительным данным, в районе аэродрома там были развернуты 8 зенитно-ракетных систем С-400, 3 ЗРК С-300, 5 ЗРПК Панцирь С-1, а также хранились 440 транспортно-пусковых контейнеров, сообщает Страдком ВСУ. Это еще не все. В поселке Гвардейское Симферопольского района Крыма прозвучали взрывы на военном аэродроме. Христо Гроздев опубликовал снимки того, что могло находиться на аэродроме. Там, конечно же, снимок сделан и ранее, но там я насчитала не один десяток самолетов. Это очень все важно по той причине, что звучат предупреждения о том, что на День независимости, то есть на 24 августа, были людоедские планы по большому ракетному удару на 24 число. Будем надеяться, что этим планом не суждено сбыться. Но хочу еще поговорить вот о чем. Дело в том, что помимо взрывов, которые вот уже в Крыму звучат регулярно, это, естественно, сеет панику там. Люди пытаются оттуда сбежать как угодно. Помимо того, что я перечислила, также были повреждены железнодорожные пути, что, безусловно, делает невозможным покидание железнодорожным транспортом Крым. Но, что самое главное, это делает также невозможным логистические поставки, которые шли, естественно, в обратном направлении и, соответственно, снабжали группировку оккупантов на Херсонщине. Значит, там дела у них хуже с каждым днем. Много что выведено из строя как раз с этой целью, в том числе мосты железнодорожные и автомобильные, и вообще все мосты, которые соединяют вот эту вот группировку оккупантов на левом берегу Днепра, то есть в самом Херсоне, с вот этой вот группировкой на правом берегу, вот там, где Новая Каховка. Я несколько дней назад как раз проводила эфир и говорила о том, что бег доброй воли еще, ну, может быть, уже не такой быстрый, я тогда сказала, потому что вот нету уже мостов, но как-то вот можно все-таки вплавь или по воздуху, ну, в общем, каким-то образом оттуда уходить. Но группировка по-прежнему там, а вот командование решило не рисковать и бросило, соответственно, свою, так сказать, армию. И вот эти вот, соответственно, остались там, ожидая, в принципе, со дня на день уже тактического окружения. Но руководство командования, собственно, не стало рисковать, покинуло Херсон, убежало оттуда. Об этом можно прочитать в достаточно интересном интервью, которое дал председатель Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире национального телемарафона. Он сказал, что очень плохое у них там моральное состояние, что они понимают, что ни одному сценарию, который они там запланировали, не суждено сбыться. То есть это касается попыток вот этих вот так называемого псевдореферендума, потому что там нету поддержки населения и не было. Сначала люди выходили постоянно митинговать против оккупантов. Нарушают, естественно, все. Эту Желевскую конвенцию нарушают ежедневно, причем грубо и в больших количествах. То есть они занимаются подавлением сопротивления, грубо, среди мирного населения, которое совершенно на дух этого ничего не переносит. Земля у них горела под ногами все это время. Но херсонцы, естественно, не остановились. Несмотря на попытки сломать их дух, ничего этого у них не получилось у оккупантов. И херсонцы перешли в партизанское движение. Очень оно эффективно. Постоянно звучат взрывы. Постоянно при этих взрывах сдыхают разнообразные коллаборанты и, собственно, оккупационные там всякие представители. Вот. И поэтому, безусловно, у этой группировки оккупантов в Херсоне, естественно, настроение все хуже и хуже. Но и по делам их бросило их командование. Тем не менее, им не дали приказа к отступлению, во всяком случае, пока. Но я не исключаю и того, что они просто сами побегут. Вполне и такое возможно. Потому что я думаю, что скоро они просто будут испытывать панику. Не меньшую, чем ту, которую испытывают вот эти вот отдыхающие в Крыму, которые пытаются покинуть Крым. А пока есть только одна возможность у них. Это Керченский, собственно, злополучный этот мост. Потому что, как я уже сказала, с железной дорогой уже ничего не получается у них. Она уже выведена из строя. Так вот, они, тем не менее, там хотят закрыть выезд для вообще всех из Крыма. Поэтому люди, наверное, это понимают. И, собственно, пытаются опередить преступные решения властей. Потому что там они под предлогом контртеррористической операции, якобы с целью поиска вот этих диверсионных групп, на которые они, собственно, возложили ответственность за те взрывы, которые произвучали сегодня утром. Но думается, что вполне возможно, что они хотят просто использовать концентрацию вот этих людей для того, чтобы их использовать в качестве живого щита, когда вооруженные силы Украины будут освобождать оккупированный полуостров. Теперь, наверное, стоит поговорить об Индрагузиках. Их предводитель, повар Путина, прибыл в Попасную. И 14 числа там раздался мощный взрыв. Надо сказать, что и это не просто так. Там за ним следом ходят не только подсматривающие и послушивающие, но еще и такие, которые, желая выслужиться, выкладывают молниеносно в свои там разные соцсети точное местонахождение главного Индрагуза. Так вот, раздался взрыв, и он унес жизни как минимум ста Индрагузиков. Даже кому-то показалось, что на каких-то из фотографий видно было, как и главный Индрагуз вроде бы как не лучшим образом выглядит. Но потом выяснилось, что все-таки он уцелел. Ну вот так пока. Однако приключения продолжаются. В Лисичанске сегодня самоликвидировалась группа наемников из ЧВК «Вагнер», нарушив правила обращения с огнем «Орки развели костер» в местном отделе полиции. Это очень остроумно прокомментировал как раз-таки Антон Герасченко, сказав, что они грубо нарушили правила противопожарной безопасности таким образом. И в результате произошел мощный взрыв, не оставивший камня на камне и унесший жизни от 50 до 70 Индрагузиков. Тем временем в Королевстве Кривых Зеркал Путин выступил на открытии форума «Армия-2022». Мне кажется, ее бы уже в пору переименовать в «Алармию-2022», но тревоги и алармистских настроений почему-то там не прозвучало. Напротив, с большим аппетитом наварив и густо навешав лапшу на уши всех присутствующих, он рассказывал про несуществующие успехи и прорывные технологии, которыми якобы пользуется российская армия. Все-таки должна сказать, что на этом форуме, я считаю, премию Дарвина все-таки должен получить его министр туфинской обороны, который заявил, что «Хаймарсы» продемонстрировали чуть ли не полную беспомощность и неэффективность на поле боя. Это при том, что «Хаймарсы» уже несколько месяцев филигранно уничтожают склады с боеприпасами. Таких складов уже более 50 уничтожено. Это сделало невозможным не только какое бы то ни было продвижение вперед, но думаю, что и удержание оккупированных территорий теперь тоже уже совершенно невозможно. И несмотря на это, вот эта лапша, густо развешанная на этом форуме, я даже не могу понять, как воспринимается слушателями. Неужели совсем нет критического мышления? Ну неужели слухи не доходят о том, что происходит в Крыму? Что ж, а пока хлопки переходят в аплодисменты, пусть их будет как можно больше. На этом у меня сегодня все. С вами была Мария Максакова. Разум до перемоги и слава Украине!